Кудо Челлендж Я президент федерации Кудо, которая проводит сегодня мероприятие в этом прекрасном зале. Я приветствую самых, наверное, преданных, я бы сказал, профессиональных болельщиков, которые знают, что самое интересное всегда в предварительных поединках. Спасибо большое, что нашли время, что пришли сегодня поддержать наших спортсменов. Вот я уверен, эта поддержка им будет необходима. Они немножко нервничают, потому что турнир такого формата у нас проходит впервые. Но я надеюсь, что они справятся с своим волнением и уж точно к 6 часам, когда у нас будет официальное торжественное открытие, они соберутся. Те, кто будет достоин продолжить поединки, вот все остальные поучатся у своих более квалифицированных и мастеровитых товарищей. Я еще раз вас приветствую, вам наслаждение от классных боев, я в этом уверен, потому что только элита Кудо сегодня будет на татаме. Всего вам самого хорошего и поддерживайте наших спортсменов, не берегите свои ладони и голоса. Ну, собственно, вступительное слово от президента Федерации Кудо России Романа Михайловича Амашкина только что было. И что мы с вами будем наблюдать? Мы, это комментаторы телеканала «Россия-2» Дмитрий Бобцов, и представляю вам свою коллегу давненько. Давненько, черный пояс, четвертый дан, вице-президент Федерации Кудо России Александр Весельчаков не появлялся у нас в эфире. Ну, Кудо не частый гость, к сожалению. Наверное, к сожалению. Ну, надеюсь, пока. Пока. Добрый день. Вот. Все новое, это, как знаете, нехорошо забытое старое. Поэтому, с одной стороны, дорогие друзья, давайте, те, кто не знают, знакомиться с этим видом спорта. Кто знает и смотрит, и тем паче занимается, наслаждаемся, потому что, действительно, это даже не знаю, как назвать. Финал чемпионата мира, ну, в какой-то степени может быть, в энной степени. Финал чемпионата России по сетке, по составу, ну, более чем. По звездности участников, по титулам, которые у этих ребят есть, и по тем, кто здесь в зале присутствует, это совершенно запредельные какие-то вещи. Главный судья, Филиппов Анатолий, главный боковой судья, Синютин Денис, боковые судья, Дмитрий Валерья, Александр Гулухов и Дуан. Соответственно, с чего мы начинаем? Как разбит Кудо-челлендж? Александр, ну, вы у нас, поскольку от федерации Кудо, давайте вкратце расскажем сетку. Как это должно выглядеть? Ну, наверное, надо начать с того, что, как уже президент Рома Николаевич Нашки сказал, это мероприятие само по себе уникально, потому что проводится впервые. Первая и последняя попытка провести в России абсолютную категорию проходила в 1995 году, и с тех пор больше таких попыток не было. 32 человека, лучший из лучших. Но вы сами понимаете, что преимущество – это тяжеловесы. Вот сейчас на татами вышел Вингерт Николай, которого поклонникам Кудо представлять принципиально не надо. Чемпион мира, обладатель Кубка мира 2011 года, наверное, один из самых тяжеловесов из ныне выступающих. И атаман сейчас уже, насколько я знаю, стал такого только войска, я сходу не припомню. Но точно знаю, что он уже и эту ответственность на себя взвалил. Ему будет противостоять Дмитрий Нуриддинов из города Красноярска. Как мы уже говорили, здесь собраны лучшие тяжеловесы не только страны, здесь принимают участие в этом мероприятии специалисты из Австралии, Украины, Азербайджана. Для первой попытки, наверное, очень недурные представители. Ходит уже давно, на самом деле, разговоры о профессиональном Кудоту. Накануне, годом ранее, турнир в Сургуте, который проводился, был первым пробным шариком. И второй пробный шар. В общем-то, это абсолютный чемпионат. Действительно, идея новая. Ну, она, знаете, хорошо забытая старая. В Японии эти абсолютные чемпионаты проводятся каждую осень, в ноябре. И любой желающий может принять участие в этом мероприятии. Бывали Кизода, когда легендарный японский спортсмен Кото, который выступал в категории 230 единиц, до 230 единиц, выиграл этот чемпионат в абсолютчике, который весил 150 килограммов. Поэтому любой желающий может попробовать свои силы в абсолютной категории. Это очень интересное зрелище. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что... Не профессионалам делать нечего. Да, однозначно. В этом слове профессионал, это, знаете, оно очень условное. Что такое профессионализм? Профессионал, это тот человек, который хорошо делает свою работу. С одной стороны. В моем понимании. А есть и другая версия. Человек, который зарабатывает на этом деньги, только тем и занимается. Это его профессия. Но здесь, вот в этом понимании, специалистов нет. Здесь все имеют какую-то свою работу. И Кудо в той или иной степени является хобби практически у всех участников этого мероприятия. У всех, кто здесь сейчас в зале, я могу сказать. Потому что, действительно, Кудо здесь практически... Ну, 95 процентов. Ладно, давайте оставить 5-процентную погрешность. Такая Николай Вингер. Думаю, как жестко попал-то. О, хорош. Вот, наверное, пожалуй... Кока. Ну, это как минимум Кока, да. На этом турнире есть четкая установка главного судей соревнований Владимира Зорина о том, что оценка Кока минимальная дается не за реально нанесенный ущерб. И заслужить ее это тоже дорогого стоит. Вот мы видели, что сейчас, в общем-то, в других бы соревнованиях Вингерта заработал, наверное, может быть даже Юко. Но сейчас... Немножечко подсел такое ощущение... Да, очень даже совсем маленькая турочка. Если бы не пауза, не выход за пределы татами, концовка была бы сейчас у нас на глазах. Мне кажется, было попадание в печень с ноги. У Коли очень здорово. Отличное колени. Он его выбросил. И здесь колени дорабатывает Александр. Вот этот целиком импульс, я с вами согласен. Николай Вингерта, почему, несмотря на все титулы, несмотря на то, что 4 человека попали в финал байпасом, так называемым, в финальную кульку, Николаеву с его не менее именитым и извечным, может быть, соперником, я имею в виду, Панова, пришлось тянуть жребий. Кто упадет в финальную пулю, а кому придется биться, в том числе... Вот это связка была замечательная. И сынок еще добавил. Ну, Рединов, конечно, сейчас демонстрирует чудеса. Выносливость. Выносливость, терпение и желание биться. Посмотрите. Но, в общем-то, это уже... Это уже добивание. Да, это уже добивание, избиение. Если честно, другого результата от этого боя я не ожидал, но очень зрелищно. Мы, кстати, давно уже обратили внимание на то, что самые зрелищные поединки, они всегда на предварительных этапах. И это хорошо, что мы их показываем. Да, это хорошо, что мы являемся свидетелем этого всего. Ну, в этом бою здесь, понятно, есть оценка и победа Николая Вингерта, который дальше идет уже в финальную пульку. С чем мы его искренне поздравляем? Ну, а Дмитрию Черный Пояс, первый танк по Кудо, занимающийся с 2001 года, пожелаем удачи в основлении. И вообще формат, вот этот формат предварительных и абсолютных соревнований, это довольно жесткая штука. Почему? Потому что сейчас они бьются в предвариловке, потом полтора часа перерыва, и потом они же будут биться по олимпийской сетке и идти дальше. Оставшиеся 16 человек. Да, лучше, 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 лучше. И сейчас давайте посмотрим. А пауза все меньше, меньше и меньше. Здесь действительно нужно будет демонстрировать в честь самоносливости, подготовленности, техники. Следующий поединок, я так понимаю, что это Сергей... Это Давид Громов. Давид Громов и Сергей Смолин. Сергей Смолин. Давид Громов из Москвы. Смолин. Смолин у нас из Ростова-на-Дону, где он родился. Пятый кью. 190 километров роста, 3 килограмма вес. Категория, коэффициентная категория. Давайте привыкать, дорогие друзья, потому что в Кудо нет весов. Есть коэффициенты. Есть коэффициенты 270+. Занимается Кудо 5 лет. Победитель чемпионата Ростовской области по ушу Саньда. Призер чемпионата Ростовской области по кикбоксингу 2010 года. Победитель чемпионата Ростовской области, прошу прощения. Призер чемпионата Южного федерального округа по джиу-джитсу. Победитель чемпионата Украины по косике карате 2010 года. и Кубка России по косике каратэ этого же года. Про Давида Громова я сказал бы следующее, что он на этом турнире является темной лошадкой. Появился он у нас в спортивном зале. Сам, признаюсь, предложил некое участие к его подготовке. Видите, сейчас главный судья соревнований говорит о том, что... Оценка Кока. Да. Давид оказался немножко тяжелее, чем было заявлено. Насколько немножко Александр на 10 килограмм. Ну да, чуть-чуть буквально. Какие мелочи? Весит 122 вместо заявленных 112, и за это он получает... Александр, поправьте меня, а что, вы запретили бы выступать, и укажи он свой реальный вес 122? Нет, нет, просто я думаю, это просто легкое разгильдяйство с его стороны. Ну, так бывает, когда человек очень сильно волнуется, он заявляет вес приблизительно, вместо того, чтобы встать на весы и... И сказать, сколько весит в килограммах. Да, сколько весит в килограммах. У Давида есть удивительная особенность. Стоит ему только зацепиться хотя бы одним пальцем. За соперника. Его правый боковой ни одна глава не выдерживает. Мы были свидетелем этих событий на чемпионате России этого года, когда он стал третьим. До этого спектр в его занятии очень широк был, и он принимал участие в боях по конкратиону и в армейском окопашном бое. Видите, вот уже мы видим на шлеме кровь спортсмена из Ростова крови, да. Вот тот самый правый боковой. Давайте коротенько сейчас пробежимся по правилам, пока небольшая пауза есть. Что здесь по формату, по сравнению с тем кудо, который мы знали, изменилось? С чем это принципиально отличается от всего того, что ранее было? Так. Ага. Спортсменам дают минуту привести себя в порядок, и потом либо бой продолжается, либо... Либо все. Либо на этом все заканчивается. Знаете, какой хороший мощный был боковой? Да, попал. Еще один. Еще один. Из характерного захвата циклами. Я прошу прощения, но вот здесь бы я, наверное, дал бы оценку как минимум колка. Смотрите, есть удар, который повлек на собой падение. Это оценка. Хорошее, тяжелое попадание. Это, кстати, иллюстрация к любителям говорить о том, что да ладно, ребят, да у вас шлема, да ничего не бывает. Ну, те, кто этот шлем не надевали ни разу... Наверное, не бывает только иссечений. И то бывают варианты. Вы знаете, Александр, мне помнится аттестация, которая была летом этого года, когда у нас человеку в шлеме сломали зубы. Локтем сбоку попали, и, собственно, ненадетая капа с тем, чтобы подышать, она это все закончилось тогда плохо. Капа в любом случае разрешена, но не обязательно. Но не обязательно. Тут у каждого сам могильщик своего счастья, как это называется. Хочешь, надевай, хочешь, не надевай. Кстати, еще интересная особенность у Давида Громова в качестве хобби, при всей его внешней страшности, квантовая физика. Ух ты, Господи. Ой-ой-ой. Вот это фантастика. Кстати, оценка... Красивейший. Вот оценку, вот он не остался в стойке, оценку... А вот сейчас пришел в Маун. А вот сейчас будет оценка. И сейчас будет концовка, я думаю, потому что удар его кулака не выдерживает практически никто. О, это ж надо усидеть. Хорош, встал. Молодец, спортсмен Ростова. Но посмотрите, что со стеклом происходит. Да, новое введение, новое введение в худой челлендж, то, что здесь было сделано. Разрешены удары в голову в контакт. Это самое главное, боковые. Здесь есть нюанс, хотелось бы сказать вот о чем. Разрешено, оказавшись сверху, в маунтинг... Ох, какой сильный боковой. В маунтинг позишн обозначить четыре... Не обозначить, как это было раньше, а не обозначить четыре боковых удара в голову. Причем, если раньше четыре удара надо было обозначить за одну серию, три, незачем... Ну, теперь накопительный. То есть сейчас накопительный. Но вы обратите внимание, что произошло со стеклом. Да все там уже. Ничто не стоит на месте, мир меняется, и даже правила Кудо... Вот сейчас это первая попытка... Посмотрите, как красивый бросок. Первая попытка приблизить еще больше к жизни наш вид спорта, который мы всегда любим. Девиз? Реальнее только жизнь. Да, он по-прежнему... Раз удар, два удар, три, четыре... Ну, по защите все. Два из них прошли? Не знаю. Хотя, честно, хочу сказать, что удар такого кулака и через защиту... В общем, да, 122 килограмма, тут и по защите будет тяжело, по меньшей мере. И вот это новшество, к которому, кстати, довольно долго шли... Нет прямых добивающих ударов, зато есть боковые. Да, прямые в любом случае слишком опасны. Да, и самое что главное, ну, прямой удар в челюсть, даже несмотря на мягкую подкладку, здесь можно... Да ладно, подкладка, под затылком татаби. Это как удар молота по наковальне. Ну, да, если голова, тем более, находится, если спортсмен прижат, то это вообще все плохо. Боковые удары в голову мало разрешены, так еще и здесь всячески будут поощряться, понятное дело. И это, на мой взгляд, для Кудо это огромный шаг. Удар в добивании в контакт. Это то, от чего очень много и Сенсея Дзума такая себе открещивался у нас. Нет, обозначение. Причем 4 акцентированных удара, как мы с вами помним, как мы начинали у Димы Каптера. 4 акцентированных удара. И никак иначе. Сделал 3, соперник тебе влез там под доги, зацепился рукой, все, не считать. Здесь сделал 3, поборолся, сделал еще один. Пожалуйста, вот твой окок. Справедливо, на мой взгляд. Это прекрасное решение с точки зрения правил. Ну, опять же, да, мы пытаемся модернизировать правила. Жизнь стоит на месте и вот это вот первая покупка. А по поводу того вопроса, который мы задавали относительно профессиональных правил. Ну, решение о таком серьезном шаге, оно должно исходить сверху. А сверху, это, естественно, из-за Японии. Все, посмотрите, выбор удар сейчас мощнейший. Ну, что... Однозначно, однозначно. И я бы, если честно, на месте Анатолия Филиппова задумался о прекращении досрочного боя. Такая была странная нелепая повода. Пока нет команды Стоп, работайте. Это Аксиома, Альфа и Омега. Как уже президент говорил, спортсмены волнуются. Мероприятие такого рода проводится на память только сторожилов. Второй раз, а так-то для большинства это первый раз. Ну, да, с тех лет. И посмотрите, все равно идет вперед, рубится, но время. Время, три минуты поединка истекли. На татаме злейшие враги за пределами татами. Лучшие друзья. Один из принципов философии Кудо, который неукоснительно должен быть. И по оценке, есть оценка Юка, дальнейшая, дальше по сетке идет Давид Громов. На татаме приглашается. Очень интересный начало этого мероприятия. А предвариловка, Александр, предварительные соревнования, но всегда они самые интересные. Помните, мы когда с вами говорили о том, что традиционно поединки тяжеловесов, они включаются аккуратностью. Потому что каждый удар может быть крайним. А здесь, что первый бой, что второй, начался без разведки, без подготовки. Спортсмены уверены в своих силах, в своем уровне подготовки. Пока. Ну, следующую пару сейчас давайте пока выходят спортсмены. Мы их представим. И я думаю, имеет смысл коротенько поговорить о правилах. О правилах соревнований. Поскольку для свежего зрителя, который, может быть, первый раз это смотрит, это все сильно доверие. Ему не очень понятно, да. Значит, мы уже говорили про особенности этого турнира. Что разрешены удары в голову, находясь в положении маутинг позишн. Есть у нас бросок из стойки, который амплитудно влечет за собой оценку Кока. Александр, давайте я попытаюсь систематизировать. Теперь мы поговорим, то есть, если бы это были особенности, теперь поговорим о базе. Значит, запрещены удары в горло, запрещены удары в пах, запрещены удары в сутавы на излом, за затылок и в спину. Это то, что запрещено. Разрешены все удары руками во все уровни. И запрещены еще захваты за пальцы. Ну, естественно, там... Ну, и все, и людоеды, и всякие. Ну, это традиционно, даже об этом мы не говорим. Запрещены захваты за шлем, который ведет к смещению шлема. Двигать шлем противника нельзя. Да. Возможно, прихватывать шею для ударов коленями, но нельзя хватать именно шлем. Разрешены все удары руками во все уровни тела. Разрешены удары ногами, в том числе и коленями. Разрешены элементы борьбы. Три минуты ведет поединок и две попытки для проведения болевого или лишающего приема на тотале, на полу. То есть, две попытки борьбы по 30 секунд. По 30 секунд. Ну, грубо говоря, вот... Причем, если сейчас упали в борьбу и дали это время начинать, и соперник встал, все, одной борьбы нет. Да. Дается пять секунд для определения, есть борьба или нет. Если в течение пяти секунд соперники встали, значит, борьба не засчитывается. За что даются оценки? Как мы уже начали вначале говорить. Оценка Кока дается за удар, который повлекал за собой минимальный ущерб для соперника. Очень сильно отклонилась голова, потерял волю к борьбе на какую-то долю секунды. Оценка Юко... Ну, и, кстати, за массу. Оценка Юко дается за удар, который повлек падение или прикосновение к татаме третьей точкой. Будь то рука, колено. Ох, интересный удар. Попал опять левый сбоку. Ой, переправый. Можно, можно, можно. Оценка Кока. Еще есть 10 секунд для проведения атаки в захвате, так называемыми цуками. Вот сейчас они стали в стойке, носили удары в захвате. Это единственное. Работал локтями и коленями. Ну, это святое. И головой, кстати. Да, кстати, не запрещено. Не запрещено. Из обязательной... Вот сейчас мы видим, как рука лежит на шлеме, и шлем начинает смещаться. Вот я бы уже обратил внимание, судей, на захват шлема. Видите? Видите? Да, 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 ну что, болячку, тащим. Ну, а, кстати, можете дотащить. По корпусу, если вдарить пару раз. Да. Ну, вот, дотащил. 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 Все получилось. Это пара была, мы не успели, может быть, за правилами ее представить. Евгений Шоломаев и Борис Лобанов работали. Соответственно, Шоломаев не безызвестный для... Второй, да. ...поклонника Кудо из Ведневостока. Выиграл этот поединок насрочно. И Евгений Шоломаев следует по сеточке дальше. И, к слову сказать, попадает он на Вингерта. Это будет очень интересный поединок. Четвертый поединок. Да, давайте его дождемся, пока посмотрим повторы, поскольку здесь все, ну, красиво было, прямо скажем. Следуем по предварительной сетке дальше. Ой же, как здорово, дорогие друзья. Это Антон Дюмин и Алимжон Шадмонов. Именно эта пара должна у нас сейчас быть представлена. Про Дюмина, наверное, вы расскажете. Антон Дюмин спортсмен из Украины. Категория до 270 единиц. Пять лет стажа занятий Кудо. Росту 78, вес 89,5. Практически 90. Первое место чемпионата Николаевской области по Кудо. Холост. Хобби рисования. У Кудоистов интересное хобби. У кого-то квантовая физика. Кто-то рисует. А говорят, что руками-ногами махать дело дурацкое. Видимо, не всегда. Не все махали. Назовем это так. Спортсмен из Нижнего Новгорода. Алимжон. Занимается Кудо. Три года. Та же категория 270, 180, 288. Послужной список у него немаленький. Чемпионаты России по Панкратиону 10-го года первое место. Кубок Европы по ММА 12-го года второе. Ну и соревнования чуть меньшего нижнего уровня. Женат. Хобби написано нет. Так не бывает. Ну да. Скрыть нечет? Наверное, скрыть нечет. Скрыть нечет, дорогой товарищ. Человек, у которого нету никаких интересов, кроме какого-то одного. Это, извините, манекен. Начали они резво. И сейчас. И сейчас. Взяли паузу. Видимо, подвздохнулись. Чуть-чуть подвздохнуть. Тем паче, что оценок подвздохнули ложь. А вот так. А вот это предупреждение. Нарушение правил. Да. Давайте конкретизировать. Амплитудный бросок запрещается в том случае, если соперник падает на своего оппонента, вы говорите, в родине броска. Словные ребра здесь как здравствуйте. Никому не нужны, да? Абсолютно. И Хансо Куич. Это официальное замечание. При прочих равных оно может повлиять на вынесение оценки. Она будет учитываться, конечно. В Кудо, как мы уже говорили, она, хотя и пришла там из Японии. Она была дополнена принципиально серьезно у нас на территории Российской Федерации. Но есть правила, и эти правила говорят о том, что есть уважение к сопернику, есть принципы проведения соревнований. Здесь нет грязной борьбы, и она принципиально, естественно, оказывается. Соперник пришли в партер. Но еще, кстати, в Монтон не высядет. Очевидно, что спортсмен из Монтон-Города очень недурно владеет борцовской техникой. Ну, смотря по его сложному списку. Ну да, и переходами, главное. Да, и ММА, и подгратион, и всякое такое. Очень недурно. Но при всем при этом в стойке он себя похуже чувствует. Что нельзя сказать про спортсмена из Украины. Тут, очевидно, все-таки ударник по своему профилю, по рисунку боя. Ну и вот, наверное, ему не стоило переходить в партер вот так вот легко. Загласен, Александр. Но прикол-то в том, что называется. В ММА, который мы часто смотрим, часто наблюдаем, тебе дадут побороться, дадут поработать. Особенно из Монта. Здесь 30 секунд. Не успел сделать? Твои проблемы. И то, что показал главный судья на татаме. Два. Вот это вполне характерны. Засчитают оценку Кока после четырех ударов. Было два. Все. Никакой тебе оценки не будет. И дальше в стойку. Ямэ, время. Ну что ж. А что, только Хансоку? Только Хансоку. Решение судей. Посмотрим на флажки. Очень интересно. Сейчас могут и дополнительно дать, а могут отдать... А вот и отдали. Разнообразие техники. Удары в портере, которые... Пускай их было не четыре, а всего два. Но тем не менее, единогласное решение судей, что бой остался за спортсменом. Это несмотря на предупреждение? Несмотря на предупреждение. Оно учитывается, но не является знаками отца. Все правильно. И что, боец из Нижнего Новгорода у нас попадает уже дальше в финальную пульту. Сейчас взглянем на кого. А, ну он в свободную пока. Его соперник определится в следующем бою. Окей. Продолжаем, дорогие друзья. Здесь все очень-очень стремительно. Здесь нету долгих поединков. Ну, не случайно яростное карате. В общем-то, не случайно. Ну, в общем-то, давно уже не карате. И карате, по-большому счету, не было никогда. Да и до джеку карате до... Ну, Александр, не мне вам рассказывать. 13 лет. И, понимаете, на самом деле, нас очень часто путают именно с карате. С 2000 года оно, собственно, уже давно не карате, как и зависимый вид спорта Кудо. Культивируется на территории мира, в принципе, порядка... На сегодняшний день уже 80 стран имеет представительство и федерация национальная. Пять континентов. Мне почему-то, знаете, что памятно, Александр, когда Кудо впервые появился еще тогда на телеканале спорт. Первый турнир, по-моему, чемпионат Европы, который был где-то в Рибалтике, по-моему, в Литве. Денис Синютин, который сейчас слева находится, его бой там был, я точно помню. Это была категория 230, самая маленькая. Ну, как они, понимаете, вошли в Беларуси. С места в карьер. Очень интересно. У нас сейчас... Это чуть более легкие веса, это 270 коэффициентов единиц. Здесь темп немножко дурля. Второй дурной в Синюрдоге. И Антон Сиба. Из города Москвы. Из города Москвы. Чемпион Москвы. Первый Кью. Первый Кью. Четыре года стажа занятия. А, 83-го года рождения. Самой странной, на мой взгляд, манерой ведения боя отличается Сиба и Антон. Почему? Есть люди, по которым четко можно сказать, что да, вот это куда есть. То, что творит на тотеме Антон, оно совершенно не похоже на то, что делают другие. Он очень непредсказуемый и очень сложный соперник. Поскольку я достаточно долго тренировал того же самого Давида Громова, он в прошлом году на Москве проиграл Сиба, хотя его категория принципиально иная весовая. Ну да, 275 коэффициентов. А Давид Махмуров в Синюрдоге, против которого так Сиба ретиво начал, немного не жмал, а второй дан. И стаж занятия уже 12 лет. То есть опыта ему не занимает. Посмотрите, такая... И у Шуру попал. Ага. И уклоны такие нетрадиционные, нехарактерные для Кудо. И вообще все действия, они какие-то у него сложно предсказуемые. Но очень интересно его смотреть всегда. Это зрелище-то нашел. Вот подобная техника, кто-то ее называет своеобразной, кто-то ее называет корявой, но она для соперника максимально неудобна. Она вообще неудобна для обезьянек, да? Максимально неудобна. Почему? Потому что... А он не понимает. Он не предсказывает. Он не понимает, что против него сразу можно сделать. Ну да, спонтанность в таких вещах очень многого стоит. Вот сейчас запал, похоже, у Антона слегка спал. Первое ошламление, которое Давид Махмуров ощутил, оно тоже прошло. И вот сейчас... Ох, смотрите, попал. Ой, какие удары. Посмотрите, обратно. Откуда? И какая траектория? Вообще неправильная. Не наша, не художная. Попадает. И вот он в ответный удар сейчас будет. Посадил. Посадил, а это Юка. Посадил, да. Это Юка. Но вот непонятно, посадил я его за счет удара? Или просто он отходил назад? Знаете, Александр, мне показалось, попал. Мне показалось, попал. Оценка Юка. Ну что ж, теперь нам уже Антону придется отыгрываться. Видите, что такое опыт. Все-таки 12 лет занятий, а не есть 12 лет занятий. Ну да. Первенство России по молодежи, первое место, 12-й год. Кубок России по Кудо, 13-й год, первое место. Центр, чемпионат Центрального Федерального округа, 11-й год, первое место. Ну и также более мелкий турнир. Это в копилке Махмуда, Махмудова Давида. Хобби саморазвития, игра на гитаре. О, какой интересный перевод был сейчас. Неженат, между прочим. Нотик внимания болельщик. Когда, кстати, в Кудо все больше и больше становится. Ну что, вполне себе. Да. Делом занят, в конце концов. Мужчина без вредных привычек. Руки, 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 чуть-чуть повыше. Правильно сейчас говорят Антону, низко, низко. Руки возле пояса, прекрасная, очень интересная, очень своеобразная техника, которую он демонстрирует. Но при всем при этом... Победитель только один. Да, чуть-чуть не хватило именно собранности. И по оценке Юха, наш Адмоновый выходит у нас таким образом... Нет, прошу прощения. Махмудов Давид выходит на... Выходит на Яна Бона. О, а этот спортсмен у нас из Австралии. Про него отдельный разговор. Ну, соответственно, когда начнется уже следующий круг. На датами объявляется смена судейской бригады. Главный судья Иванов Вячеславов. Главный боковой судья Сучков Максим. Боковые судьи. Курочкин Алексей, Шельцов Денис, Городевский и Илья. На датами приглашается бой номер шесть. Разумовский Алексей, Украина. Караулись Константин, Россия. Ну что ж, шестой бой. Как уже сказали, Алексей Разумовский. Город Николаев, Украина. Второй кью, это коричневый поезд. 185-88. Абсолютная категория. Пять лет стаж занятий. Прозвище, написанное в анкете, не имеет. Хобби юриспруденцы. Интересное хобби юриспруденцы. Чемпионат Украины 19-го года. Второе место. Кубок мира. Просто участник. Участник Кубка мира, да, 19-го года, который был в Москве. Мы его прекрасно помним. Довелось нам там поработать с вами. А вот Константин Караулись. Это звезда. Это звезда Дальнего Востока. Второй дан. 186-84 на 4 килограмма будет полегче немножко. На два года помоложе своего оппонента. Стаж занятий 15 лет. И только вдумайтесь, 15 лет человек отдал этому виду спорта. А хобби? Активный отдых. Очень активный. То есть Кудо недостаточно активный вид спорта для этого молодого человека. Это адреналиновая зависимость, я полагаю. А в этом я так. Рафты, пешие походы по сопкам, там надо сказать. Хватает нагрузочки. Да. Чемпион России по Кудо 11-го года, 12-го года, 13-го года. Обладатель Кубка России по Кудо 2009-го года. То есть это безусловная персона. Но это лидер на сегодняшний момент в этой категории. Тут 270 единиц. Который, кстати, долгое время был... Вот, посмотрите, вот это есть одно попадание, второе. И подсел украинец. Три колена сразу. Он очень грамотно украинец перешел на попытку борьбы, чтобы скрыть те повреждения и отдохнуть заодно. А он неплохо борется, кстати, смотрите. И в маунт почти в лес ушел. Понял, что он обратный угар. Главное слово почти, да. В этой позиции что поправило? Поправило. Нельзя бить в голову, но можно бить в корпус. Можно бить в корпус, но нельзя бить в голову. Ну и можно душить, замать. Зато руки у караульных развязаны. Он может бить и в голову, и по корпусу. Проводить болевую душа еще. По мне, как вы с вами помните, говорили. И на болячку. А, кстати, хороший переход. Встал. Что остается сделать? Стряхнул. Стряхнул караульных. Плохой был захват. Видимо, недостаточно крепкий. Интересное начало. Очень интересное начало. Потроп. После попадания сразу перевод в... Что такое? Порвал накладки? Накладка порвалась, да. У караульных есть одна очень интересная фишка, так называемая. У него очень длинный правый прямой удар, который всегда достигает цели. У него длинные руки. В свое время Горбатюк из Сургута. Знаю, знаю. Я его мощнейшими ударами обладал. Сейчас Эстафету перехватил по достоинству Кудо. Горбатюка? Горбатюка я прекрасно еще помню. Как раз по тем трансляциям, которые на нашем канале были. Надо заметить, что я всегда отмечал телеканал «Спорт». Тогда число раньше. Подхватил, оценил и принял активное участие в развитии Кудо. Сейчас, соответственно, Россия. Ну да, подтянул. Константин, мне нравится очень четкая дистанция. Сейчас посмотрим вот этот самый ваш длинный прямой. Ох, какой хорбат. Завидел с левым. Захват за шлемом. Во-первых, захват за шлемом. Во-вторых, обратите внимание. Вроде бы тяжелая категория. Какой был резкий старт с левым боковым на обшаге. И практически достал его. И соперинку ничто не оставалось сделать. Как уйти за пределы. Суды это все видят. Но почему-то оценки Хансоку я не увидел. Может быть, для первого раза простили. Хотя там и выход, и захват за шлем. Но выход был вследствие атаки. Его можно не засчитывать. А за хвадом за шлемом я не простил. Уходи по кругу. Ох, как попал. Ну смотри, какой лаутик. Мощнейший лаутик. Попал. И колени уже. Ну и что, зацеп. И вот теперь уже караульник сверху находится. А вот на маузе позишн. Ну что, прихватить? Четыре боковых головы. Он задумался. Раз. Два. Два. Нет. Три. Все-таки четыре. Ну, третий может был беззащитный. Согласен. Но тем не менее, Кока и есть у Арсенали Константина. Ну и остается 35 секунд сейчас работы. И можно попытаться поддушить колодкой, например. Или просто отворотиком. Хорошо. Он знает, сколько усилий в шлеме занимает борьба. Поэтому смотрю. Знаю. Знаю, Александр. Очень тяжело бороться в шлеме. Во-первых, не очень хорошо видно. Во-вторых, шея лишена подвижности. Плюс ты начинаешь туннелить. У тебя боковой обзор намного меньше. Ты кулаков не видишь. Как это разборка. Да, ты по большей мере ощущаешь. Да, два себя. И уши рот. Интересненько. Но не очень сильно он, видимо, был удар. Поэтому Костя его принял на себя. И без видимых повреждений. А вот его колени блокировать очень трудно. И вот и логоть, смотрите. Справедливо. Оценка еще одна Кока. И поединок заканчивается со счетом 2-0. Это, кстати, обратите внимание, как количество поклонников из него болеют. И, кстати, голоса все больше женские. Ну, было бы логично думать, что из него в основном девушки болеют. Мы, как спортсменов, восторгаемся. Вы, человеков Федерации, в том числе. У вас свой интерес к этому трехкратному чемпиону России. И он на Шадмонова попадает, судя по всему. Губай в Денис России. Да, все правильно. Он попадает на Шадмонова. И интересно. Вот это будет испытание. Для Шадмонова. При этом обратите внимание, практически не вспотел даже. Что говорит о очень высокой форме качественной подготовки. Что говорит ошпинех. Ах color's уродки. Денис Губаев Молодой спортсмен, 94-го года рождения, 7 лет занимается кудо, бился по ММА, бился по кудо само собой, второе место, кстати, уральско-федерального округа по кудо, по детям. Второе место по боевому самбо, битва на правом берегу, чемпион уральско-федерального округа по боевому самбо, чемпион России по кудо среди юниоров. Юрист, насколько мне известно. То же самое можно сказать по Евгению Сеня, чемпионат России по молодежи в 2012 году, первое место, он недавно выступает, его наставник, у него первый кио-наставник Николай Вингер, который не только сам выступает, но еще и тренирует очень недурственных спортсменов. Воспитал, рост 85, вес 100. Пять лет занятий кудо. Мы говорили уже о том, что в свое время в кудо очень сильна приемственность поколения. И те спортсмены, которые начали достойно и успешно выступать в возрасте 10, 12, 14, 15 лет, потом становятся звездами российского кудо. Именно поэтому... Плюс клубы. Плюс клубы, если мы об этом говорим, то что за Николаем Вингерком тянутся, безусловно. Это величина. Это личность для начала, а уже потом и все остальное. Здесь проходных не бывает. Те люди, которые что-то из себя представляют, они, как правило, со стержнем, они добиваются чего-то в этой жизни. И та же преемственность, что касаемо Сургутского клуба «Золотой боец-86». Школа Сургутского, она, в общем, известна. Будьте любезны, одна из сильнейших в России. Сейчас раз попадание. Нижний спортсмен грамотно защищается. Фиксирующий оппонента своего. Но можно подушить. Подушить снизу. 5 секунд, 3. Нет, наверное, не успеет ничего сделать. Обратные часы, да нет. Но, тем не менее, он находился сверху. Да, и попал. Это преимущество будет в глазах судей в любом случае. Да, хотя бы с точки зрения разнообразной техники. Вот, могу ли о преемственности. Конечно, клубы. Конечно, результат побед одного человека, это результат труда, пота, иногда, сейкуя, шиши крови, его товарищей, нервов его тренера. Это коллективный труд всегда. Тем, куда он отличается от большинства, что личность, спортсмен, который выступает на татаме, он выступает не сам по себе. Это продукт деятельности целого крупного коллектива. Да. И всегда выступление одного – это экзамен для его товарищей, для его клуба, для его тренеров, для у нас там. Было кардин. Потому что самому выступать, мне кажется, значительно проще, чем он стал. Многие это говорят, то, что когда твой ученик работает, выступает. От тренеров я слышал ни раз, ни два, я лучше бы сам нашел. Да. Лоу, чуть-чуть подустал Денис. У него очень хорошие длинные боковые. У него немножко подустали, да. Сейчас он такой более затяжной. Интересно было сейчас колено. Да, на располнении Жени. Бой закончился. Бой закончился. Уреждение – одно предупреждение. Да, 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 да. Одно предупреждение, но тут по-разному. Сейчас что скажут еще судьи? Ну, на мой взгляд, если честно, Денис смотрелся более предпочтительно. Причина? Причина. Разноплановость техник? Разноплановость плюс большая активность на руках. Помните по критериям, да? Да. Изначально оценки даются… Дополнительные. Да. Справедливо. Изначально оценки даются за… Ударная техника руками? Если равная техника, то ноги. И только после этого уже оценится борьба. Но учитывается разнообразие техника. То есть, да, если ты очень здорово отработал руками, но при этом ногами не бил совсем, а бороться отказывался в принципе, или в борьбе занимал откровенно пассивную позицию, то судьи, естественно, все это увидят. Благо судейский корпус, если бы вы заговорили в начале этого поединка о преемственности. А судьи кто? Судьи – это вот посмотрите те, кто сидят. Ну что ж, мы видим Максим Сучков. Максим Сучков. Раз. Презер многократный призер чемпионатов России и международных соревнований. День жильцов чемпионов России. Ну и так далее. Ну и наши коллеги, то есть это люди не чужие, сами прекрасно понимают. Да, здесь лишних людей, случайных, проходных нет. В общем-то это здорово и это правильно. Это здорово и это правильно ровно в том, что, во-первых, есть потом к чему стремиться и куда работать. И многие бойцы, которые частенько для них спортивная карьера, она идет ступенькой к преподавательской. И это самое главное. И судейский, конечно. И это самое главное, поскольку далеко не всем дано выиграть чемпионат России. Выиграть чемпионат России по кудо дано единицам, поверьте на слово. Здесь самая сильная школа по миру, мы об этом можем говорить. Если раньше это были японцы, какой-то эпизод из времени, то сейчас уже все изменилось и изменилось довольно сильно. Итак, по формату первое дополнительное время. Второго здесь не будет, это не финал. Да, это не финал и даже не полуфинал. Поэтому дополнительное время второго не будет. И сейчас судьи обязаны будут вывести решение. Поскольку у белого, спортсмена в белом доге есть предупреждение одно, вот сейчас это может быть уже и закончено. Ну он сам посмотрите. Хорошо. Длинный, длинный. Мне кажется, сейчас будет иметь решающее значение выносливость спортсменов, их функциональные возможности. Потому что 6 минут боя в шлеме, те, кто ни разу не пробовал, поверьте на слово, это не просто тяжело, это очень тяжело. Сейчас в очень удобном положении находится. Сейчас на руку полезет, наверное. Очевидно. Но и спортсмен сверху, находящийся, тоже знает, что такое борьба. Перевернул. Перевернул. Хороший переход. Эх, и выпустил. Немножко хаотичная защита, тем не менее, сбила. Что, Ахилл? Дениса. С толку. Видите, вот тут же, тут же. Только что был Денис в активе. А вот сейчас уже Евгений. Евгений. А сейчас вообще непонятно, что происходит. Ну, сейчас время закончилось. Портер Александр, по крайней мере, первая в этом дополнительном. А так, да, так совершенно замечательно перевернул Евгений сейчас своего оппонента. Тот успел взбрыкнуть и развалился захват, хотя, казалось бы, там куртка была, ногами не сжал руку, судя по всему. Сам попытался выйти на Ахилл, но то ли не схватился правильно. А скручивания пяток здесь запрещены, но прием сам по себе такой опасный и довольно людоедский по-хорошему. Ну, вот она, вот она, вот она, хорош. Ну, вот почему-то по каким-то причинам мы видим, что Денис начинает сдавать. Устал. Да, Денис начинает сдавать. И Евгений все более и более комфортно себя чувствует, посмотрите. Вторая попытка на руку, но это уже скорее на топилоте. Сейчас, ну, постарался пройти, постарался дальше пройти в маунду, работать, работать. Прямо не менее, да, команды не было. Вот это сейчас больше, конечно, все от желания. Ну, излом стопы или здесь попытаться ногу сделать. Ахилл, ну, не знаю. Пока ногами не сжал, не сделаешь ты, Ахилл. Согласен. Тут вроде сжал. Но захват не очень правильно. И ему переворачиваться, переворачиваться не успел. Ну что ж, тем не менее, две попытки борьбы за ним. Активность. Сейчас уже истоки начинают доминировать. Но пока по рисунку боя вот так как-то. Не, бодренько, бодренько. Денис подустал, полное ощущение. Задышал. Хотя, как мы знаем, в тяжело абсолютной категории надо и край. Это единственный удар имеет значение. Им она и интересна. Ох, Александр, золотые слова. Особенно глядя на того же Громова и прочих тяжеленьких товарищей. Да и, в общем, Николай Вингерт. Там тоже одного удара хватает в памятном наступлении. Да. Особенно их историческое противостояние с Ларсановым. Сколько там, какая же там рубка была всегда. Это были самые интересные завеличенные поединки. Кстати, вспоминая Николая Вингерта. Летом этого года в составе сборной России он выезжал в Колумбию на World Games. Потому что там проходили в Коле. Да, мне довелось комментировать. Ему противостоял соперник из Австралии. О, в Австралии есть куда? Да, это... Ну, они сейчас начинают это прозревать. А так вообще спортсмен представлял ММА. Ага. И я могу сказать, что, несмотря на объявленное, ребята, вам сегодня не повезет. Вы, конечно, хорошие, но тем не менее, вы сами понимаете, что заслуги в ММА, это заслуги в ММА. Но соперник из Австралии 40 секунд продержался всего. Атака. А вот сейчас его ученик одержит победу. Евгений Сень. Евгений Сень идет по сетке дальше. Слюльки на роман, на России. И сахар в году вам, на России. Готовы. Николай и Денис, красную раю. Сейчас небольшое судейское совещание, но у нас, с другой стороны, есть возможность представить спортсменов поподробнее. Следующая пара. Романа Люлькина представлять не надо. Надо. Не все знают. Тем не менее, 7 лет занятий Кудо во Владивостоке принесли свои результаты. Финалит чемпионата России 12-13 годов. Чемпион России по панкратеону 12-го года. Чемпион мира по панкратеону 12-го года. Чемпион Дальневосточного федерального округа по армейскому рукопашному бою 8-12-го года. Чемпионский российского турнира по кикбоксингу в памяти Иванова 6-го и 8-го годов. Женат. Хобби бильярд. Ничего себе. 100 кг вес, 185 кг рост. Владивосток, 1985 год. Эдуард Исхаков. Кумертау, мастер спорта. 183 см рост, 110 кг вес. Кудо занимается 8 лет. Если брать индекс, то 293. Обладатель второго места Кубка России по кикбоксингу. Неоднократный чемпион Приволжского федерального округа по кудо. Первые и вторые места. Кубок России по кудо седьмого. Кубок России по кудо седьмого года второе место. Девятого года второе место. Одиннадцатого года третье место. Холост. Любит рыбалку. И, собственно, вот. Обратите внимание, какие разноплановые интересы у спортсменов. Категория одна, абсолютно регионы разные. А интерес-то как от квантовой физики до рыбалки. Ну да. Попал. Кстати, о Люлькине. Так же, как и в Граульнах. Длинная правая прямая визитная карточка. Разрушение, которое он отличает, просто фантастическое. Люди падали, как листья из деревьев. При этом квалификация всего лишь еще третий кью. Что говорит о том, что, наверное, парень скромен и считает, что очень достоин. Даже коричневый, не говоришь, противоречный. Интересная манера поединка. У его оппонента, у Эдуарда, он левша. С левшами всегда очень непросто. Ибо они все время работают с правшами. Они уже тоже поднатасканы на иного. А вот они всегда очень неудобны. Да, ну и он, кстати, по печени Эдуард очень здорово настучал. Много на себя принял Роман Люлькин. Раз, два, три, четыре удара. Зашло туда, под плавающие ребра. Ну, неприятно. Неприятно и задышал. Ну, конечно, пробил. Потому что там все-таки место. Будьте любезны. Уже говорили про Владивосток. Говорили о том, что... Не первый раз уже говорили. Потому что грамотная система подготовки, отбора спортсменов идет к росту, неимоверному росту мастерства практически на ровном месте. Ох, какой интересный сейчас удар Эдуард провел. А я бы как минимум отсюда угадал бы. Максим, кстати, согласился. Да. Но, Сучков, он единственный из четырех боковых, поэтому его мнение в данном случае решающим не является. Так вот, грамотная система отбора. Посмотрите. Молодой спортсмен, окончившую школу, попадает при его желании и возможности руководства федерации. Александр Ясин его возглавляет в Дальневосточной институте физкультуры и спорта. Хорошая контора, серьезная. Имеет возможность набрать группу, начать тренировать. А только в том случае, если ты доносишь материал для кого-то, ты сам понимаешь, его лучшее. Значит, твой рост начинается позитивно. Ну, естественно, естественно. Проводится постоянное соревнование, где отбираются лучшие. И тем паче, тем паче, Александр, это еще и проверка на твои профессиональные качества как наставника. Преподавать могут далеко не все. Далеко не все. Хороший спортсмен не обязательно хороший тренер. И более того, гениальный спортсмен, как правило, довольно посредственный тренер. И исключения, они, конечно, случаются, но это редкость. И то есть, чтобы гениальный спортсмен был гениальным тренером. То есть, олимпийские чемпионы, но у него наставники олимпийские чемпионы, ну, в любительском спорте это частенько бывает. А по профессионалам и... А кудо, ну, как ни крути, дорогие друзья, мы не будем вас обманывать и сами обманывать. Это профессиональный вид спорта, где занимаются профессионалы. То, что они не получают за это деньги. Вы знаете, я не согласился. Потому что 2 часа тренировки в день, это немало. Но это не работает. А если тренировка не одна? А если не одна? А у многих это так. Нет, очень не у многих. Поэтому, слава Богу, что все-таки кудо на сегодняшний день является любительским спортом. Ну, здесь у нас с вами расхождение в понимании, наверное, Александр. Вы смотрите с высоты, ну, во-первых, своего четвертого дана и с высоты федерации. Я считаю, что это люди, состоявшиеся профессионалы-единоборцы. По многим компонентам и данным. Потому что мы с вами видим в том числе. Рост мастерства, безусловно, высок. Есть ли, нет, есть общие группы. Вот там любители. Вот там махровые любители, которые ходят заниматься для себя. Два раза в неделю, согласен. Это изумительная категория. И чем таких больше, тем больше, как это не парадоксально, профессионалов. Конечно. Выборка откуда происходит? Конечно. Только из любителей. А больше ниоткуда. И, кстати, вот это, то, о чем мы говорили, приемственность, кудо начали едва не первые. Если брать школы единоборств, кудо первые стали делать общие группы. То остальные виды, ну и каратэ в том числе, это в основном спортивные группы. Вы знаете, я не стал бы так сравнивать, тем больше, что я не владею информацией, как это и у других. Мы уважительно относимся к людям, которые на поляне единоборств выступают без разницы, чем они занимаются. Контакт, бесконтакт. КПР, ушуток, вандомы. Это их занятия, мы относимся к новожителям. Они делают дело. Но то, что касается кудо, могу сказать, да. Выборка происходит, естественно, из общей группы, группы ОФП, начальной группы. И только потом уже спортсмен, если что-то ему, во-первых, это интересно, а во-вторых, он что-то показал, он попадает в спортивные группы. В спортивных группах практически, наверное, нет выходных, чтобы что-то не происходило в стране. Постоянно проходят какие-то соревнования, постоянно идет какая-то отборка. Это напряженный труд тренерского состава, который не исчисляется в подготовке к чемпионату мира, который будет раз в 4 года. Это идет постоянная работа, именно поэтому и урост мастерства неимоверно высок. Если раньше спортсмены, дети выступали только в шлеме, то сейчас на них руководство генерации отдела терраса, потому что уровень мастерства даже у детей растет прогрессивно. Знаете, Александр, мне память, на улице Лавочкина, помните, проводился чемпионат России, когда там вот те самые дети-юноши, ушира и печень убирали только будьте любезны. Прямо сразу причем. Да, но в данном случае руководство федерации четко понимает, что есть критерии безопасности. И когда уровень количества начинает уже переходить в качество, вот тут приходится здоровье спортсмена, естественно, ищать лучше. Потому что по начальному этапу это абсолютно верно. Это абсолютно верно, потому что иначе они не доживут до серьезного возраста. При той жесткости, вы сразу говорите, доживут, конечно. Нет, нет, не то, что не доживут физически, а не доживут, может быть, до своего спортивного расцвета. Мы же говорили о том, что к нам куда пришло из Японии, и в Японии нет вторых. Те, которые не первых, которые пришел, победил, и там через год-два его в зале нету. А вторые, которые годами находятся в спортзале и демонстрируют верность выбранного пути. Соответственно, эти люди должны иметь возможность находиться в зале как можно дольше. А Кираса детей защищает. Еще задушат. Секунду, 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 секунду. Разорвать захват предплечье на голову. Отжать и сам встает. Ой, как здорово. Вот это концовка. Очень интересная концовка. Остается 3 секунды. Ну что ж. И без оценок. И без оценок. Вы помните, что решение трех боковых судей было в пользу Белого. Спортзале Белого Тимона Догия. И только Максим Сучков показал дополнительное время. И к нему присоединился главный арбитр на татаме. И с вами голосами, что по правилам, естественно, решено. В случае сложной ситуации, главный судья на татаме обладает двумя голосами. Таких ситуаций много, но тем не менее есть. Это одна из них. Знаете, Александр, сейчас все-таки будет вынесен судейский вердикт. Так получилось без оценок. Оба хороши. Оба хорошо, оба понравились. Наверное, заканчивая тему по поводу клубного движения, в основном, я не говорю, что другие виды спорта. Опять, что интересно, посмотрите, вот это да. Согласен. Совершенно справедливое решение. Совершенно справедливое. И я считаю, что это решение должно было быть еще в основное время. Это, конечно, у Люлькина был еще один шанс, которым он не воспользовался. Завершая как раз идею про клубное движение, в основном, в основном, сейчас только-только клубы стали приходить к тому, чтобы привлекать к себе занимающихся самых разных, самого разного уровня подготовленности, то есть любителей, да, конечно. Все то, что мы с вами видели раньше, это, собственно, любительский спорт. Это любительский спорт, как он есть, начинается с детских групп, и это, в основном, подготовка спортивная. Да. Куда вот эта градация любителей и потом спортсмена, она началась сразу. Ну что ж, девятый поединок этого увлекательного турнира. Спортсмен в синем доге Денис Николаев, город Ярославль, 90-е годы, 23 года парню, 189 рост, 89 килограммов вес. Категория абсолютная, 270 плюс. Стаж 10 лет занятий кудо и очень убедительный послужной список. Ну что, ну-ка. Чемпионат России 11-го года 3-е место, Кубок России по кудо 10-го года 3-е место, Чемпионат Центрального федерального округа 10-го и 12-го годов 1-е место, Чемпионат Центрального федерального округа 11-го и 8-го годов 2-е, 2-е место, всероссийские межрегиональные турниры по кудо. Неженат, хобби кудо. Хобби, как интересно, хобби кудо. Аюб Хатуев, представитель города Грозный, 4-й кю, 183 сантиметра, рост 88 килограммов вес, 5 лет занимается кудо, мастер спорта России, трехкратный чемпион Ченской Республики по рукопашному бою, обладатель открытого Кубка Болгограда, чемпион Южного федерального округа по кудо, победитель Кубка России по кудо, победитель Кубка Беркута, знаю я такой, клуб по ММА в городе Грозный, серьезный клуб, очень много туда вкладывается, и бойцы сейчас себя показывают очень хорошо. Финалист Кубка Черного моря по ММА. Их не женат, хобби не указан. Ибрагим Ларсанов и Адам Халеев худоисты тоже родом из Грозного, в общем, школа очень сильная, хорошая. Да, там-то все здорово, там всегда... Адам Хатуев, тренер у них, очень известный тренер Российской Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации, он получил это звание за выступление Ибрагима Ларсанова. На Мире, я так понимаю? Да, да, конечно. Ну, потом еще был Кубок Миры, который тоже дополнительные очки привнес, конечно, не те, кто... 11-го года? Да, 11-го. Те, конечно, не те, на которые Ибрагим рассчитывал, но тем не менее. Ну, извините, кто же там виноват? Ну, да, побеждает сильнейший. Итак, спортсмены... Спортсмены использовали только первую борьбу, да. Да, и спортсмен из города Грозный оказался сверху. Они традиционно отличаются очень неплохой техникой в борьбе. Денис Николаев, ну, благо, что 10 лет занимается КУДО. Кстати, хочется немножко сказать по поводу города Ярославля. Когда-то очень давно... Скользнулся. Не отворачивался. Когда-то очень давно, лет 10, наверное, 12 назад, к руководству Ярославским отделением Федерации КУДО России... Кстати, Федерация КУДО России порядка на сегодняшний день 60... Александр, ближе к тексту, вы все уезжаете. Да, 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 да. Просто есть что рассказать. Они приняли позицию о том, что мы участвуем каждое выходное в каких-то соревнованиях. Они, по-моему, в детстве спортивной школы выбили автобус. В автобусе накатали огромное количество десятков, мне кажется, тысяч километров по Центральному федеральному округу, по ближайшим территориям. И их спортсмены, начиная с самого раннего возраста, принимали участие в соревнованиях. Каждое выходное. В конечном итоге количество дало качество. Вот мы видим спортсмена, который переходит на рычаг на руку. Немножко... О, задушил? Да, задушил. Задушил. Ну что ж. Вот это да, вот это фантастика на самом деле. А это был переход на руку. Да. И такой очень убедительный переход. Досрочная победа. Не видел, не видел, говорит... А Юго Катуева. Да, а тогда срочная победа. Я видел удушение. Мне показалось двумя кулаками на артерии. В тот момент, когда тот полез ему делать руку... Да, да, да. Сейчас посмотрим на повтор. Видимо схватился. Да, сейчас посмотрим на повтор. В любом случае это победа Аюба. Класс. Вот это интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь пока размен в ударке. А вот что там было с приемом? Да, да, да. Нет, за отворот взялся. За тайм и приглашается бой номер 10. Да, да, да. Задушил уже отворот. Алексей и Алексей Руслан. Готовый у нас тут. Синьков Сергей Коридонов Алексеев. Следуем дальше по поединкам. Ну вот, на самом деле здорово получилось-то сейчас у Хватова. Показали руку. Не напустил. Лишний раз подтверждение того, что не всегда цвет пояса является стопроцентной гарантией победы. Побеждает сильнейший. И кто морально, эмоционально больше готов, физически готов. Кто способен к импровизации на пределственной площадке, кто-то побеждает. Это всегда очень интересно. Ну что ж, 10-й поединок. Меняйло Алексей. И Руслан Федексаев. Да. Очень интересный поединок. Второй данный у меняйло. 84-й год рождения. Рост 174, без 88. Человек, который никогда не идет назад. 15 лет с даже занятий. Его тренер Анатолий Филиппов, который в свое время сверкал на небосклонник Кудо. Анатолий, я помню, прекрасно. Двукратный чемпион России. Двукратный серебряный призер чемпионата России. Бронзовый призер чемпионата России. Женат. Обидно, да? Руслан Келехсев. 2 января 87-го года. Владивосток. Первый дан. 175 сантиметров рост. 83 килограмма вес. 13 лет стажа занятий Кудо. Женат. Хобби не указано. И в своих заявлениях скромно умолчал Руслан. Член сборной России по Кудо на чемпионате мира 2005 года, где его выступление было очень интересным и очень для японцев неприятно удивительно. Для японцев вся сборная России постоянно какое-то неприятное удивление. Потому что на мировой арене остались два, ну не остались, а появились точнее. После того, как японцы там безразделенно властвовали, появился такой игрок, с которым они стали считаться, пусть и не сразу, но теперь уже даже побаиваются. Просто игрок получил всей системы и очень хорошо умел учиться у своих учителей. Знаете, Александр, у меня на эту тему есть своя теория по поводу Кудо. Японцы, вот они, не то, что они плохо выучены, не то, что они плохо что-то умеют делать. Они вот именно что слишком туннелят вот именно в подготовке. Это надо делать так, не так. Но, прошу прощения, туннельное видение это в принципе, мне кажется, отличная особенность на нации. На нации, да. А наши постоянно что-то изобретают. А что если вот в этом компоненте добавить еще в процессе СФП вот это упражнение? А бить рукой не только так, а еще и вот так. А здесь подвернуться, а тут можно и схватить. И в итоге японцам, когда привезли уже там в шестом-седьмом году сборную, они не знали, куда от нее убиваться. Нет. Ну да, вначале удивительным выступлением было сборной России в первом году. На первом чемпионате мира, когда было второе общество командное место. Хотя, по некоторым вопросам я бы поспорил относительно боя спортсменов в категории 240. Из 40, а кто там был в сниверсии? Там бился спортсмен Сургута. Так, дай бог памяти. На голову на себя! На себя голову! Ну потом постараюсь вспомнить, знаете, как вы знаете, когда бывает, когда мы вылетаем, как разный гол вылетает. Судьбоносное выступление в 2005 году и просто разгром, соответственно, в 2009. В 2014 году нам светить еще один чемпионат мира, который состоится в Токио. Ну, как здорово! Давайте немножко все-таки... Вернемся к тому, что происходит на татаме. Алексей Миняйлов. Сам идет вперед. Очень грамотно Руслан ныряет под его... Боковые? Крюкообразный боковой сверху. Руслан очень вынослив. Кстати, фамилия спортсмен Дашаев. Беслан. Беслан. Руслан Дашаев, в котором Калексаев вбился на чемпионате. И Бехтис попал! И сейчас болтануло еще! И попытаться... Нет, гильотин-то делать нельзя. Это здесь... Этот прием запрещен, насколько я знаю, поскольку будет наизлом. Да, ну что ж, теперь Миняйлов осталось только идти вперед. Одна... Ох! Вот так бы сама начало. Ну, 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 и чем времени не хватит? Времени не хватит. Коко. Ну что ж, оценка Кока абсолютно номинирующей не является. И сейчас должна прозвучать команда Хантей. Вот так вот. Три судьи обязаны были поднять белый плажок чков. Присоединится И к нему присоединяется Алексей Курочкин На сегодняшний день президент Федерации Кудо Вирославской области И по совместительству Главный судья сейчас на татаме 30 секунд паузы 30 секунд паузы Спортсмены должны находиться в рамках татами Они могут слушать подсказки Которые звучат в исполнении Выводящих Руслан сейчас посмотрите Что еще делает Вот это попытка поработать в том числе и на суде Очень тонкая Что мы с вами видим Сейчас мы с вами видим повторы дорогие друзья У Келиксаева оценка, кока Здесь задобивание Просто на всю зарплату Но то что сейчас Попытка здесь скомбинированная Даже получилась удушающая Он во время вот этого перерыва Он стоял Он не стал садиться даже Мне иногда кажется что спортсмены из Владивостока Не устают в принципе Одно время, второе время Они выходят на татами даже не запыхавшись Что говорит естественно На очень высоком уровне подготовки Алексей Миняево выступал в абсолютной категории Потом он терял вес Съехал? Да, уходил в категории 270 По-моему даже был эпизод Когда он выступал в категории до 960 Ему то как раз с ростом 174 Есть возможность варьировать категории А другое дело что когда там Руслан повыше и Он по суше Вот он тоже 175 Вот подработать Подработать сейчас Вот кто включится? Ну Алексей быстрее выдыхается Ага Руслан... Плата за мощь Да, 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 да Он тактически грамотнее строит поединок Видите он Держит паузу Потом Алексею приходится все время его подтаптывать Доходить до него Стартовать А вот сейчас видите контр действие какое Как классно Лоу Причем на подшаги попал И апперкот Очень длинный у Руслана правый боковой Он все время накрывает сверху Потом видите Отходит, отходит Раз встречает на левый джеб Прямой Видите, как я говорил Да, Алексей никогда не сдает заднего Не включает Все время постоянно в движении В атаке Но полегче двигается, конечно, Руслан Ох, интересно движение Что сейчас будет Алексей делать? Попытается сесть сверху Попытается сесть сверху Грамота Руслана защищается Посмотрите Сразу фиксировал ногу А за что тут, извините, один Нога-то закреплена И здесь вообще гард Здесь вообще гард Из которого Из которого по голове бить нельзя Бить нельзя Руслан просто делает Выжидай паузу Это, кстати, одна из методик Одна из методик защиты Показать активность снизу То, что он сделал Ногами он побил Головой побил У Алексея зафиксированы руки Западывая ситуация практически Но эту ситуацию контролировал Руслан То есть Вот это, опять-таки, очень грамотно Если ты чувствуешь Как это часто бывает Что оппонент борется лучше тебя Ну, такое бывает Это нормально Во-первых А во-вторых, это не последний Попытаюсь зафиксировать И да И это первый бой турнира Для них Первый Первый поединок Еще основная сетка Для кого-то Попал на подхват Не воспользовался, на мой взгляд Сейчас Алексей этой ситуацией Спортсмены вышли за татами Их поднимают опять в стойку И 30 секунд Подустал Подустал, конечно, Алексей Видно, что удары стали более тяжелыми Более долгими Не так резко А вот Руслан начинает включаться Ох, хорошо Алексей попал Посмотрите Опять Опять Руслан грамотно Постоянно оказался сверху И на ручку попробовать Сделает Да Красиво Болевой Вот это да Вот это красота Хорош Биться до конца Вот оно, пожалуйста Биться до конца В исполнении Руслана Келиксаева Мы говорили в самом начале Лишнее подтверждение тому Что самые зрелищные Самые красивые в поединке Предварительные Согласен Целиком и полностью И Келиксаев у нас сейчас В какую сетку попадает Любопытно Ага Ага Пока не очень понимаю Что ж, говорят День будет тысяча Ну да Практически некуда А, все правильно Он попадает в новую пульку На него кто-то будет уходить Как мы и говорили В следующем круге Который начнется В 18.30 По сетке вещания По московскому времени Мы увидим Всего лишь 16 спортсменов Которые остались Победителями В первом круге И все самое интересное Еще впереди Да На дотаме Приглашается Семьян Судейская бригада На дотаме Приглашается Судейская бригада Главный судья Филиппу Савадори Главный боковой судья Зинюти и Денис Боговые судьи Дмитрий Ивей Елена Сверсанова Александр Глупов Рождение Второй дан 174 сантиметра Рост 92 килограмма Вес 260 единиц Стаж Даняти Кудо 10 лет Четырехратный Чемпион России Чемпион Москвы Бронзовый призер Чемпионата Европы Серебряный призер Кубка мира И чемпионата мира Масамака Это очень-очень достойно Женат Культура Вероисповедания Мировоззрения Руси Вот такие вот хобби У Алексея Сергей Оппонент В Синим Доге Сергей Семенков Борис Аглеб Воронежский область Первый дан 175-74 Стаж занятий 8 лет Категория До 250 единиц Он легкий Но тем не менее Видите Не побоялся Бросить вызов Харитонову Кому угодно Кому угодно Официально Чемпионата мира По кикбоксингу Пятого года Неоднократный призер Беренств и чемпионатов России ЦФО По кикбоксингу Призер Чемпионата ЦФО По кудо Мастер спорта Холост Интересы Медицина Какая медицина Интересна Ну есть Может восточная медицина Иглоукалыванием Потом будет помогать Дело такое Да Кстати что еще Называть Традиционной медицины Поспорьте на эту тему С китайцами Ага Хороший был проход Сейчас ноги Алексей очень грамотно Не позволил Открою маленький секрет У Алексея Харитонов Есть мечта Он хочет стать Заслуженным Мастером спорта Российской Федерации На сегодняшний день По требованиям Министерства по спорту Необходимо 150 баллов Так называемых Которые Присуждаются За Подберение Нарушение правил Удар в голову Да Извиняется Алексей Занятий Десять лет Вот как он хорошо На руках сейчас работает Обратите внимание Харитоново страшный Боковой удар Особенно правый Представьте как он Вцепился своего соперника Почувствовал Почувствовал что Дрогнул Дрогнул соперник И не откуда Оценка Кока И что Харитоново Оценка Кока Да И у Сергея Это тоже Понятно Что сейчас Будем пытаться бороться Он в гарде Наносить удары Он не может По сопернику А вот получать Получает А вот получается Актеровой душой Очень интересно Смотрите как Внезапно включился Алексей Вцепился в своего соперника Четко на ногах Держал дистанцию Это что называется После предупреждения Вот оно Вот оно Чтобы не доводить Надо получать оценку Конечно Надо отыгрываться И в общем-то Не дурно он отыгрался Ну на мой взгляд Да На мой взгляд Да Первой борьбы нету И 30 секунд еще работает Алексей Харитонов Тренер Сергей Оржаков Шестикратный чемпион России Вот оно Приемственность поколения Да Пожалуйста Были у Алексея Харитонова Принципиально разногласия По поводу первого места С Адамом Халиевым С нашим легендарным худоистом Который сейчас выступает В ММА И в Сургуте Они выясняли Отношение в очном противостоянии Третий раз Да Третий раз Тогда Алексей Опять не привезет Вот еще одна оценка Кока Еще одна оценка Кока Которую заработал Алексей Время А польза кончился Время Время Это умение Ну в том числе Не просто так Он капитан сборной команды России По худо Как грамотно были рассчитаны силы Грамотно рассчитаны силы Леша Леша Раскандирует зал И боец клуба Профессионал Сейчас выходит В финальную пульку И выходит он По-моему на Келиксаева Аккурат Или нет Харитонов Одиннадцатый Бой Так-так-так-так-так Бой номер пятнадцать Нет Он выходит На Баталиева Кудрата Который Байпасом прошел Финальную пульку А с Келиксаевым Они уже встречались И тогда Харитонов побеждал Ну кстати любопытно Да это был Один из самых зрелищных Боев турнира Чемпионат России Прошлого года И следующая пара Опять же Гераславль Ну следующая пара Давайте сейчас посмотрим Александр На повторе Вот как раз Финальная фаза Еще одна оценка Кока И заключительная пара Предварительной пульки Да Это очень интересный бой Ох А какой здесь был Неинтересный Александр Давайте прям по списку Пожалуй Это были интересные Ну что ж Начните вы Роман Шабаев Город Углич Первый дан 172 сантиметра Рост 87 килограммов вес 260 единиц Коэффициент 4 года занимается КУДО Первенство России Среди юниоров В 2019 году Первое место Кубок России По КУДО 13-го года Третье место Чемпионат Центрального федерального округа Первое место Победитель Кубка Мэра Город Ярославль 13-го года И победитель Различных Российских Межрегиональных турниров По КУДО Нежина Интересы Спорт и медицина Кстати второй уже Тимур Петрушевский Спортсмен из города Москва Тренер Анатолий Филиппов Небезызвестный 82-й год рождения Второй дан Мастер спорта 177-82 До 260 единиц Стаж занятий 11 лет Перечислять его заслуги Просто смысла нету Потому что Две страницы текста Не надо Женат Велосипед Хоккей Кинематограф Пока мы не едины Мы не победим И его девиз Пока мы не едим И Попал Только Луких Ох Хороший Левый прямой Короткий В окно Петрушевский Грамотно Защищается Держит дистанцию Правый боковой Достиг цели Правый снизу Посмотрите Потихонечку Потихонечку А по одному удару В связке он попадает Один из немногих Хороший был бросок Устром Соперик из Игоряча Сейчас он Сейчас болячку Пытаемся сделать Да мы похоже Будем выходить на руку И Петрушевский Грамотно Защищается Посмотрим И его душа До сих пор Я честно говоря Не очень верю Петрушевский Ну вот и позиция Движения Да Соперник Снизу пытается Носить удары Правым боковым По корпусу Остается 7 секунд Но скорее всего В этом положении Ни одного ни второго Спортсмена Ничего не получится Но тем не менее Роман показал Что в борьбе Он силен Да Уж по меньшей мере Ну что ж Еще минута боя Оценок нет На мой взгляд И преимущество Пока у Романа На мой взгляд Не совсем так То количество попаданий Руками Сейчас Тимура Все-таки Наверное Это да Это да Вот в борьбе Себя сейчас Поинтереснее показал Как раз Роман Но мы помним Как градируется Оценка в кудо Ох Хороший был правый прямой И потом нога Он был с печени Тимура выдержал Эту связку И сейчас будет Возвращать Пытаться Возвращать Конечно Опять навстречу Правую прямую Бросил Попал Попал правый боковой Тимур Он подтаптывает С его оппонента Оба хорошо двигаются Очень цепко двигаются Правый прямой Попал Колено Еще колено Еще колено Ну что ж Очень интересное Продолжение 10 секунд Закончились Отведенные на удар В Цукаве 23 секунды 20 секунд До конца боя До конца Старт Петрушевского Тастиг цели Посмотрите Ну-ну-ну В глазах судья За кем сейчас Был этот свет Ну как за кем За Петрушевским По-моему понятно Да Признаюсь Давно знаю Тимура Вместе выезжали Спортного лагеря Потому что выстрелили Еще связка За ним посмотрите Это Кока Оценка Кока Как красиво Можно значит Биться до последнего Последние секунды Последние секунды И оценка Кока Кто победил Как вы думаете Вы знаете Я оставляю это На откуп судим Кто мне больше понравился Понравились оба Понравились оба Но концовку-то забрал Петрушевский А концовка В принципе Всего круга Бейся до конца Вот оно Вот оно до конца Вот она оценка Кока На последней секунде И здесь ну просто Не поднимется рука Красивейший поединок Красивейший поединок И Тимур Петрушевский Оказывается Также в финальной пульке Против Келехсаева Кстати А у нас Сформировалась Пулька Следующего круга Который мы будем смотреть Через некоторое количество времени Который мы будем смотреть Через пару часов Это называется Именно таким образом Ну что Предварительные соревнования По кудо Здесь прошли просто на ура Практически на одном дыхании И это большое Дело Поскольку Вообще Время просто выключилось Просто смотришь И наслаждаешься Прекрасным видом спорта Ждем вас Дорогие друзья На финальной пульке В 18.30 Спасибо что были с нами Для вас Предварительные соревнования Работали редактор Алексей Володин И ваши комментаторы Дмитрий Бобцов И Александр Веселичков Черный пояс Четвертый дан Вице-президент Федерации Кудо России До свидания До встречи Занимайтесь спортом Продолжение следует...